Дорогие друзья, начиная брать интервью у Светланы Шевяковой, а именно так зовут нашу героиню, которая вам очень понравилась в двух вышедших ранее видео, посвященным стильным петербурженкам элегантного возраста, я даже не подозревала, что легкое начало нашего разговора повернется на 180 градусов во второй части ролика, и я испытаю шок от рассказанного Светланой. Если честно, до сих пор пребываю в этом состоянии и поражаюсь, насколько Светлана оказалась невероятной женщиной, пережившей настолько страшные события в своей жизни и вышедшей победительницей, победительницей в борьбе с теми ударами судьбы, которые ей нужно было преодолевать, насколько она сохранила любовь к этой самой жизни, теплую, светлую душу и желание идти вперед, вперед, несмотря ни на что. Это чрезвычайно важное для многих нас видео, поэтому досмотрите его до конца. Оно получилось очень живым и очень мотивирующим для всех нас. Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Здравствуйте! Дорогие друзья, Светлана произвела фурор, показывая свои осенние образы. Как прям-таки фурор. Фурор, конечно. Ваши видео набрали очень много просмотров и было очень много комментариев. Да, спасибо. Вот. И, конечно же, обещанное интервью будет сегодня. И я спросила Светлану, какие вопросы можно нежелательно задавать? На что она сказала? Любые можно задавать. Любые вопросы. Ну, прям сразу и начнем. Светлана, вы модница Петербурга. В этой рубрике вы дебютировали на моем канале. Да. Расскажите, вы всегда были такой модницей? Немного расскажите о детстве и как вы пришли к этому? Да, поняла ваш вопрос. Я, в общем-то, всегда была модницей. В детстве любила наряжаться. Часто в гардеробе у мамы рылась, искала какие-то такие вещички. Они, конечно, были мне большие, но некоторые я умудрялась надевать. То есть, ну, детство, в моем понятии уже началось такое уже взрослое детство. Это что-то в районе 9-10 лет, когда я помню, что я уже начала копаться в одежде, в стиле. Мне даже, я помню такой момент, мама впервые доверилась купить мне самой в силу обстоятельств. Она была в больнице и попросила меня самой себе купить пальто, потому что из старого я уже выросла, а новое необходимо было, потому что уже сезон наступил, и наступили холода. И мне было 10-11 лет. Я помню этот случай. Я впервые взяла. В советское время же дефицит был. Да, конечно. Попробуй, как купи пальто. Я поехала в универмаг, большой, впервые в жизни одна, с большой суммой денег. Тогда для меня это было что-то такое вот первое в жизни моей. Это как раз именно тот такой шопинг, который я сама лично совершала для себя. И я выбрала это пальто. Я выбрала, правда, с коротким рукавом. Короткое было, не знаю, почему так получилось. Или вы свой размер, что ли, а продавцы не помогли. Они помогали, они даже отговаривали, но я же упертая, не очень упрямая девушка, но она была очень красивая. У меня даже есть фотографии синего, яркого цвета с вышивкой на воротнике, на кругленьком таком. То есть вы в пользу красоты. Да, непрактично, но красивая. Ну а мама что сказала? Мама, конечно, сокрушалась и хотела, чтобы мы его вернули, но все-таки спасибо ей, да. Она пошла у меня на поводу, и я, конечно же, его носила. Не такой уж был и сильно короткий рукав, в принципе, так что все было хорошо. Это был первый мой такой случай, именно такой, как стилист по отношению к себе. Вот. Ну а потом как вы? А потом, ну потом да. Вы сами шили, вязали, что-то придумывали. Ну, в советские времена все шили и все вязали, во всяком случае нас обучали этому. В школе были уроки труда, я думаю, все помнят. Многие умели. Спицы, крючок, и нас учили кроить, да, лекало, то есть мы вообще были все такие умные, я просто помню это. Нас учили печь, готовить. Ну, в принципе, мы умели делать все. Я не нашла в себе какие-то особенные такие таланты и способности в плане производства этих вещей, одежды, но зато я поняла, что мне очень нравится носить что-то модное, стильное, индивидуальное, то, что нравится мне. И я следовала всегда этому настроению. И я помню прекрасно, как многие подруги у меня часто брали одежду, которую где-то я всегда выискивала во всяких отелье. Помните, тогда были отелье, да? Да, да. И трикотажные были отелье, где вязали какие-то там интересные кофточки, шапочки необычные. И, естественно, отелье, где мы вот заказывали всякую одежду типа платья, юбочки, брючки. А ваша профессия, она никак не связана с модой, с производством одежды или там украшений? Вообще, у меня первичное образование. Это наш университет, тогда ЛГУ, сейчас СПБГУ. Я закончила матмех факультет. То есть, вы математик? Да, я математик. Второе мое образование... То есть, вы считаете хорошо? Конечно, да. Конечно, это прекрасно, потому что это дает... Мне, во всяком случае, дало логическое мышление. То есть, это не просто какое-то настроение, да? Я вот сейчас и здесь, а еще и включается такая раз и логика. Вот. Думаю, да. Это очень полезно. Второе образование было, это менеджмент-управленец. И я все это совместила уже позже, когда я поняла, что я... То есть, я очень много работала менеджером, управленцем. Но в один прекрасный момент я поняла, что без моды я жить не могу. Ну, как только я поняла, что я все-таки должна соприкасаться напрямую именно в работе, потому что мало себя, да, одевать. Вот. И я тогда, да, я пошла по рукам. Скажите, а что вдохновляет вас? Вот как вы создаете образы? Вы просто интуитивно или смотрите, допустим, кого-то видите на улице или, бывая, за границей что-то присматриваете? Согласна. Хороший вопрос, Марина. Я действительно наблюдаю за всеми, вся и везде. Внимательная очень. Очень. Слежу за всеми образами, которые ходят на улице, которые в интернете. Фото, журналы модные. Модные журналы, это вообще с самого тоже вот юности самой, уже осознанно. У меня огромное количество. Ну да, сначала это были работницы-крестьянки, потом бурда моден появилась, потом глянцевые журналы, да? Совершенно верно, да. Ну и как только вот начались действительно интересные журналы. Просто заходишь в интернет и смотришь, например, последний показ там Шанель или Баленсиага или еще кто-нибудь. И просто смотришь и уже все понимаешь. Уже даже на это времени нет отсматривать всех. Нет. Какие у вас вообще предпочтения в стиле, в цветовой гамме? Вот вы же очень ярко и неординарно были одеты в наших видео, да? Многие писали, что в Петербурге так не одеваются. Я, например, с этим не согласна. В Петербурге, мне кажется, в последнее время народ просто отрывается очень много интересных образов. Да, я согласна с вами. Расскажите, насколько у вас стиль петербургский, вы считаете, или какой-то свой личный? Ну, у каждого в любом случае личный стиль, это понятно. И хорошо, это прекрасно. Мы все как раз с помощью своего имиджа, образа, можем как раз показать себя. И это очень красиво, это правильно и хорошо, что это есть. Не то, что было ранее, когда-то в советские времена. Сейчас, я думаю, те, как раз которые хотят и могут себе позволить, они, я думаю, могут позволить все, они как раз отрываются. И поэтому нет сейчас петербургского стиля. Я согласна со многими комментаторами, что да, был некий петербургский стиль, но сейчас его уже как такового, вот этого классического петербургского стиля уже нет. Ну, наверное, это хорошо. Так как сейчас вообще модно все. И, соответственно, появились возможности у каждого человека себя как-то действительно показать, да, с той или другой стороны. Ну, тут же сразу же отвечу на некоторые вопросы комментаторов, ваших подписчиков. Потому что по поводу того, что я не петербурженка, это да, ну, я не совсем соглашусь с этим. Сколько лет вы в Петербурге? Я приехала сюда сразу после школы, мне было 18 лет, и я действительно родилась не здесь, но я приехала сюда 18 лет, а сейчас мне... Внимание! Это было у многих комментаторов вопрос. Вопрос. А сейчас мне 60 лет. Соответственно, я живу здесь 42 года. Ну, и... Я думаю, что уже можно назвать петербурженкой и ленинградкой, и... Ну, что я была ленинградкой, но уже сколько? Да, конечно, да. У меня даже дети родились, еще был город Ленинград. Поэтому я впиталась... У меня тоже, кстати. Да? Тоже Ленинград, да. У меня в 88-м и в 89-м это же было. А у меня в 83-й и в 86-й год две дочери. Вот еще на следующий вопрос ответила. И они все родились в городе Ленинград. А я пропитана этим городом, я приехала сюда и в него влюбилась сразу же, потому что я не ехала сюда сознательно. Для меня был важен большой город-мегаполис. Это я точно знала. Но вы же тоже не из достаточно большого города. Да, я из большого миллионного города, да. Вы из Уфы. Я из города, да. Город Уфа. Это мой родной город. Это Башкирия. И сама я не русская. Тоже ответ на следующий вопрос. Во мне, естественно, течет татарско-азиатская кровь, чему я очень рада. Также и мои дети, у которых тоже есть какая-то часть. И я думаю, что это является как раз тем таким дополнением генным для моего лица. Потому что очень много было комментариев по поводу моего лица. Ну, я Светлане звонила и говорила, Светлана, не реагируйте на эти комментарии. Не реагируйте. Это всегда так, это всегда так. Светлана говорит, да нет, я не реагирую. И даже она сейчас, я так понимаю, хочет прокомментировать это. Машина верна. Пластичную хирургию, уколы красоты. Вот это все расскажите. Значит, по поводу лица. Ну, у меня очень хорошие гены. Спасибо родителям и всем родным. Кровь хорошая. У меня мама всегда прекрасно выглядела, молода. Это действительно, это потому что есть скулы, они высокие. И они очень медленно опадают. Поэтому скулы у меня были такие всегда. Наоборот, они даже стали меньше. Это по поводу щек, про которые многие писали. Да, что это заколото, геология. Но, естественно, что я пользуюсь услугами косметологии. Соответственно, да, конечно же, я поддерживаю. Потому что в 60 лет невозможно выглядеть прекрасно, если ты все-таки не пользуешься косметологией. Да, не занимаешься собой. Совершенно верно. Надо обязательно уделять себе время. Ну, если, опять же, мы хотим быть ухоженными, красивыми. Хорошо выглядеть. И хорошо выглядеть. И нравится себе прежде всего. Вот. Но огорчу тех, кто очень много писал по поводу хирургов. Хирургов у меня еще не было. Но я планирую это. То есть, можно я прерву на секунду? Поскольку я работала в клинике пластической хирургии, у меня сразу вопрос. То есть, подтяжки лица не было и блефаропластики не было? Не было. А, блефаропластика была. Блефаропластика была. Но только верхняя века. Нижних не было. Нижних не было. То есть, поэтому такое вмешательство, причем оно такое давнее уже было тоже. Так как у меня все-таки, опять же, есть некая своя структура лица. И в основном это как раз азиатская. Нависание век. Это не из-за того, что вот хотелось, а потому что они очень быстро отвисают. И поэтому их как раз мы немножко подрезали. Но только верхняя века. И это все, девочки. Поэтому вот смею огорчить тех, кто ожидал все-таки узнать. Покаяние. По поводу комментаторов очень хотелось сказать спасибо всем, кто пишет, кто неравнодушен. Какие у вас активные подписчики, Марина? Да я говорю, у меня даже вот под прошлым видео про Уна Десинкуэнто. Кстати, я напоминаю, что на Уна Десинкуэнто действует мой промокод Марина, нижнее подчеркивание, 10 на скидку, 10% до конца октября. Так что, если кому что нужно, применяйте промокод. Да. Так что я хотела сказать. Видишь, как увлеклась. А, мне написали. Марина, у вас все подписчики купленные. Не может быть, чтобы они писали так активно. И такие вам комментарии. Светлана спрашивает, что я ответила. Я ответила, конечно, купленные. Конечно, купленные, товарищи. Разве может быть по-другому? Я могу подтвердить, что действительно натуральные подписчики, настоящие, душевные, они пишут то, что видят, то, что чувствуют, то, что хотят писать. И очень много критики. То есть критика... Это женская аудитория. Да. Критика это есть анализ. Палец в рот не поди. Конечно, это же анализ. Это некий анализ того, что вы видите с целью поставить какую-то оценку этому действию, явлению. И, соответственно, это правильно. Очень часто внешности проходятся по внешности. Я вообще всегда говорю, товарищи, ну вот проходиться по внешности и разбирать человека и пытаться его унизить именно из-за каких-то внешних данных. Я сейчас говорю вообще не про комментарии под вашим видео, а под всеми комментариями, в том числе и в мой адрес. Я считаю, что это уже вот такой вот очень низкий уровень должен быть, когда вот начинают осуждать и проходиться по внешности. Ну кому что, Бог дал. Все мы разные. Это точно. Вы знаете, у меня был очень интересный комментарий. Не могу не сказать. Меня он очень насмешил и поднял настроение. Правда. Одна девушка написала... Правда, она потом извинилась. Надо отдать должное. Вы можете потом найти и прочитать это, чтобы было очень приятно. Под каким видео? Под первым или под вторым? Не помню. Скорее всего, наверное, под вторым. Она написала, что настолько изуродовано лицо, что лучше на него надеть маску. Представляете, если такой прочитать комментарий вообще про себя. Первое, что я захотела посмотреть на себя сразу же. Думаю, да нет, вроде бы симпатюга такая хорошая. И я потом написала ей, думаю, ну, может быть, действительно человек так видит. Мы же все, да, вот с разным зрением и курсом. Может, она проснула, взяла не с той ноги, а тут вы не попались в ролик. Я ей написала, что не совсем же настолько изуродовано, чтобы нужно было надевать маску. Ну, вроде бы симпатичная, я себе нравлюсь написала. Но ваше замечание я передам своему косметологу, написала. И она, знаете, извинила, сказала, извините вот за такой вот прямой и жесткий комментарий. Это у нее, я думаю, было плохое настроение. Мы же все разные. Мы сегодня можем кого-то помогать, а завтра мы присмотримся, и нам уже все нравится. И уже все хорошо. Все классно. Это, кстати, касается и моды. Иногда мы что-то не принимаем. Говорим, нет, это ужасно, я такой никогда не надену. А потом вообще любим, носим вовсю. Я вот очень долго сопротивлялась кулотам. А сейчас у меня их полно, и я их ношу. И хотя мне говорят, нет, Марина, они тебе не очень едут, потому что... Режут ноги, укорачивают тело. Да, резк молит, и так маленькая рука расширяют, далекая от стройности. Ну да, это такой опасный момент. Но я же проживаю вот эту жизнь, и мне хочется поносить, и я поношу. Ну а юбка? Юбка – это те же самые кулоты, понимаете? Ну вот так, да. Практически да, это тот же самый подрез. Поэтому, опять же, как к этому относиться? Юбка – это то же самое. А по поводу цвета, да? Вот, например, я тоже очень долго не принимала красный цвет. В отличие от того, что все говорят, что блондинкам это так красиво, это ярко, это хорошо, я вообще не любила красный цвет. С некоторых пор я его полюбила. Ну не совсем такой прям вот красный-красный, но очень мне нравятся различные цикламеновые, розовые. Ну это вообще такая. Да, такие вот оттенские. Это уже совсем красный. И все-таки цвет такой, знаете, марсала, он такой средний между тем и этим. Это винный, винный, марсала – это же сорт вина. Да, да, да. Ну я, например, не признавала желтый цвет, но вы знаете, что совсем недавно я у вас в магазине Канплот заполучила, можно сказать. Серьги. Серьги желтые, очень красивые. Я вам их еще не показывала, дорогие друзья, но скоро я похвастаюсь. Как моя дочка сказала, это какая-то мимоза или пижма. Хорошо. Светлана, скажите, пожалуйста, вот у вас две дочки и ни одна не живет в России. Расскажите о своих детях, мужьях, вообще вот о своем женском, так сказать, о женской судьбе. Да, у меня было трое мужчин в моей жизни, но я не могу сказать, что я не постоянная. Я очень стабильная в плане отношений, в плане семьи. Я заточена, потому что я все-таки выросла в той стране республики, где как раз закладываются вот эти вот стабильные, постоянные, устойчивые отношения. Муж, жена, папа, мама. И с первым своим супругом я прожила 20 лет в любви, согласии, в дружбе. И у меня родились две прекрасные дочери от первого брака. Умницы, красавицы, я ими очень горжусь. Они живут в разных странах, так получилось. Младшая занималась и занимается сейчас, то есть ее профессия уже такова, бальными танцами на серьезном уровне, на мировом. И ее партнер, он английского происхождения и англичанин сам. Она уехала туда, когда ей было 18 лет, и с тех пор там живет уже. И она преподает танцы, да? Да, она преподает, судит также, как ее супруг. И у вас там внуки, да? И у меня там два внука, да, она уже обросла уже семьей такой серьезной. Два внука, два мальчика, и у них очень красивые имена. Старшего зовут Джошуа, а младшего Харрисон. Мне кажется, что это чисто английское имя. Я видела, да, я видела. В Инстаграм вы там выкладываете внучков своих. А старшая живет в Америке, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Она там очень давно, тоже уехала туда в 18 лет. Умничка такая. Мы ее отправили туда учиться и танцевать. Она тоже бальными танцами занималась. Ну, вот с тех пор тоже не вернулась, обрела там свою судьбу, вышла замуж за нашего дженгельмена. Происхождение именно из СНГ, который тоже уехал туда. Они познакомились, когда там учились. И с тех пор живу тоже уже долгой жизнью. Там у меня тоже два внука, но с русскими именами. У вас мальчишки все, что ли? Все мальчики, там у меня Никита и Саша. То есть вы, у вас две девочки, две дочки, а тут вам они их мальчишек. Четыре внука. Я очень радуюсь, я их очень люблю. Жалко, конечно, что я такая номинальная бабушка. Мне очень жаль, что они не рядом, но я часто бываю. И спасибо интернету, видеосвязь у нас еженедельная, ежедневная. Я часто вижу и общаюсь. Ну, мне это знакомо, я в то же самое. Я знаю, что у вас тоже дочь. Да, 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 тоже общаемся. Жалко только, что разница во времени. Разница во времени очень неудобная. Разница во времени очень неудобная, да. Хорошо, но вы прожили 20 лет. Что пошло не так? Я думаю, что... Это дети уже уехали. Да, совершенно верно. Вы вдвоем остались. Да, вот я как раз об этом хотела сказать. Как только, знаете, создавалась некая модель, да, и это как семейный проект, да, или ваш проект общий, модель семьи, план на ближайшее будущее и дальше, далее уже. Это мы женимся, учимся, работаем. У нас была такая трудная жизнь. Мы учились. Он жертвовал очень много для меня, когда я училась. Потом я для него. Потом работали, рожали, снова учились. То есть, ну, такая вот была интересная семья. Мы дружно жили. Соответственно, дети росли. Мы им давали тоже очень много, как и многие, наверное, в советские времена. Все эти бесконечные школы, кружки, да, там музыка, гимназии, иностранные языки. Бальные танцы. Бальные танцы. То есть, всё туда. Это всегда было проблематично с этими больными танцами. И в один момент, когда уехала одна дочь, вторая дочь, вот эта вот разрушилась, вот эта вот модель вашей семьи. Полноценной. Полноценной. И вот этот ваш план, который был составлен, он уже был выполнен. То есть, цель достигнута. И, видимо, в этот момент произошло то, что, наверное, каждый из нас понял, что, ну, вот и всё. Наверное, на это... Подустали друг от друга. Надо было поставить точку. Да нет, вы знаете, даже не то, что подустали. Не могу сказать. Нет. Мой супруг, он выбрал просто другой путь. Не я была инициатором расхождения наших. Он выбрал другой путь, он стал развиваться духовно. Очень много стал посвящать времени различным тренингам, развитию именно духовных способностей, найти себя как человека, возможности человеческие. И пошёл совершенно по другому пути вообще. Нашёл учиться в школу, одну, вторую, третью. И, соответственно, там нашёл уже по своему духу близкому подругу. Вот. Поэтому обвинять его, в принципе, тоже не в чем, так как он с ней до сих пор живёт и счастлив. То есть, они нашли друг друга. Но уже это другая модель, другие планы, это другое развитие. И каждый вправе выбирать свой путь жизненный. У каждого он свой. Ну, то есть, вы хотите сказать, что когда вы разводились, вы не больно-то страдали? Я страдала. Страдали. Да, я страдала, как и каждая женщина, и мать детей, и жена, которая прожила 20 лет с мужчиной, который носил тебя на руках, а он был таковой. Он прекрасный человек, прекрасный муж, отец, друг, любовник. То есть, вообще никаких претензий. Но он выбрал свой жизненный путь. Конечно, да, я страдала. Но потом поняла, что в жизни... Это сколько лет вам было? Мне было 43 года. Когда мы развелись. Ну, и я поняла, что всё гармонично в нашей жизни. Это как весы, знаете. Здесь убрали, там дали. И всё, и опять всё ровненько. Поэтому я пошла учиться сразу же на 2-е высшее образование. И себя увлекла. И как раз поменяла свою деятельность. Я пошла серьёзно уже работать. Как раз с модой себя связала. И очень увлеклась этим. И обучением приобретала 2-е высшее управленцы как раз. И там встретила свою ещё одну любовь. Вот видите, дорогие друзья, ходите в школы, учитесь. Муж пошёл в какие-то школы, нашёл свою судьбу. Светлана пошла куда-то там учиться. И то же самое. Нашла кого-то. Нашла. Чем больше ходишь на курсы. Я всех вообще посылаю на курсы иностранного языка. Да. Вот. Чтобы были варианты. Если на курсах не найдёшь, то в той стране, в которой язык ты учишь, можешь найти. Да. А учиться вообще всегда, кстати, полезно. И я вообще люблю учиться. Скажу вот немного о себе. Коротко. Я всегда чему-нибудь училась. Я закончила курсы. Причём это было давно. Это не сейчас, а давно. А сейчас я уже вторично обучаюсь. Курсы визажиста. Курсы стилиста очень давно. Курсы телеведущей. Я школу телевидения училась дважды. На разных совершенно курсах. С разными известными актёрами. Из БДТ нас учили актёры говорить. То есть, ну, и это было очень увлекательно. То есть, я училась дайвингу. И я ныряла. И швец, и вниз, и на людей грец. То есть, я... Лично моё мнение... Да, вокалу. Вокалу училась вообще всегда и бесконечно. Все требовали, чтобы вы спели. Да. Ну, я думаю, что... Ну, если мы вдруг встретимся ещё... Да. То я, наверное, всё-таки осмелюсь. Сегодня не готова. Нет. То тогда что-нибудь спою. Поэтому резюме. Учитесь всегда чему-нибудь обязательно. Это увлекает, это развивает, это не дает постановиться. И помогает найти людей, близких по духу на данном этапе. Совершенно верно. Итак, вы пошли в школу, в эту учиться... В институт. В институт. Да, это у меня было второе высшее образование. Мы учились на вечернем. Это не просто там заочное, а на вечернем. То есть, мы ходили четыре раза в неделю после работы. Три года. И действительно, по-настоящему учились. И кто он был? И он был такой импозантный, состоятельный мужчина, имеющий свои уже предприятия. И у нас было очень много именно мужчин, девушки, которые приобретали именно второе высшее образование с точки зрения, чтобы быть подкованным профессионально как с финансовой точки зрения, так и как управленец. Что самое главное. То есть, разбираться во многих вопросах хотя бы так понемногу. И в основном все были, естественно, владельцы своих бизнесов. Вот, и он был таковой. Мы с ним прожили шесть лет. Шесть лет прожили очень активную, интересную. Для него это был тоже не первый брак? Да, я была у него вторая, так же, как и он у меня. Он с первой супругой тоже прожил двадцать лет. У нас была очень динамичная, эмоциональная, активная жизнь, которой я, кстати, очень довольна. И считаю, что в жизни с тех пор твёрдо имею мнение, что нельзя сопротивляться и упираться. Нельзя, например, оставлять мужа, если он хочет уйти. Так же, как и мужа, жену, например. Уверена в том, что не надо ничего специально задерживать. Если судьба тебе говорит о том, что надо что-то менять, или она вам что-то подбрасывает, а вы думаете, что это печально, или это горе, или это проблема, это не так. Это однозначно вам даёт судьба шанс изменить что-то в себе, в вашем окружении, в вашей жизни, обратить на что-то внимание. Вот тогда, живя уже со своим вторым гражданским мужем, я поняла, что это именно так. Потому что первый брак у меня был, ну, как у многих у нас. Ну, да, да, да. Первый, он такой. Итак, дорогие друзья, у нас произошла небольшая техническая заминка, и мы остановились на том, почему же вы расстались с этим бизнесменом, с которым 6 лет были вместе. Да. Нет, мы остановились не на этом, а на том, что я тогда для себя сделала выводы, почему нам всё действительно даётся неспроста. Потому что первый брак, как у многих из нас, он такой оранжерейный. Да, мы капризничаем, мы любим, нас любят, мы там топаем ножкой, ручкой. Всё принимаем, и потом привыкаем настолько, что думаем, что так и должно быть. И не может быть по-другому. Что он должен, я должна, он думает, что я должна. Вы знаете, на самом деле, так не должно быть. И когда у меня появился, неожиданно, он действительно мне просто дан был судьбой, для того, чтобы я не цеплялась за свой первый брак. И когда я поняла, что да, вот есть некое сравнение, я поняла, что бывают разные отношения. Бывают эмоциональные, бывает где-то химия, физика, да, бывают рациональные. То есть, и ничего просто так не даётся. Я во втором браке поменяла себя. Я посмотрела на себя по-другому. Я стала более женственной. Я стала более заботливой. Я не была такой уже совсем прям капризной девочкой. Дайте мне сейчас и здесь, и больше никогда. Мне кажется, что в каждых отношениях супруг-супруга приобретают некие такие моменты, которые нам всегда полезны для нашей же жизни. Вот, расстались мы, потому что, ну, это, видимо, был такой момент, период у него и у меня, что нам нужно было что-то поменять. И поэтому мы были даны судьбой вот друг другу. Спасибо ему. Сколько лет вам было, когда вы с ним разошлась? 43. А, когда разошлась? Да. 49. Да. Мы расстались 49 лет. И где-то к 50 вы решили начать новую жизнь. Да, 51 год. Я вышла второй раз официально. То есть, у меня был третий мужчина уже моей судьбы. И кто он? Мы с ним были давно очень знакомы. Мы знали очень давно. Наши дети танцевали вместе с детства. То есть, мы знакомы были. Мы знали друг друга. Мы близко не общались. Мы неожиданно благодаря соцсетям встретились. И у нас нахлынули наши чувства. И мы оба решили, что это судьба. И вы даже официально зарегистрировали? Да, официально у нас была свадьба. Можно посмотреть все мои фотографии, которые у меня во всех соцсетях. Вот. Очень такой умный, интересный, симпатичный такой мужчина старше меня. Хорошо выглядящий. Который красиво говорит, поет, танцует. Мы прям вот просто на одной волне были. Дети наши танцевали. Мы все дети наши знакомы. Мы знакомы. Дети не были против? Нет. Все были наоборот. Да, все взрослые же. Мы прожили недолго. Через два года мы разошлись. Я думаю, что это просто сложно уже в таком возрасте. Я так. Это мои выводы. У всех, естественно, это по-разному. Но я думаю, что касается наших отношений, что, видимо, сложно уже было подстраиваться друг под друга. Вот и все. Вот. А сейчас вы, в принципе... Да. Девушка свободная. Поэтому, если что, то... Если что, то да. То готова. Готова, готова. А вы никогда не рассматривали иностранного жениха? У нас же вот на Ютубе очень распространенное явление, когда находят иностранных женихов и уезжают. А у вас тем более дочка одна в Лондоне, другая в Нью-Йорке. Разные были на этот счет мысли мои, и отношения были тоже разные. Меня бросало тоже с одной стороны на другую. Да. Я рассматривала разные варианты. Я, как и многие сейчас, и на сайтах знакомств была зарегистрирована. И знакомилась, и встречалась. И были... С иностранцами. С иностранцами тоже. Но поняла, что очень сложно девушке. По-друге еще хуже подстраиваться, чем под своим. Ну, тяжело. Конечно же, все по-разному это все воспринимают. У всех разные взгляды и характеры разные. Но я поняла, вот лично я поняла, что тяжело. Если и уезжать куда-либо, то только там найти себе русскоговорящего, который все-таки здесь родился. Свой. Свой, у которого заложены именно наши ценности. Понимаете? Потому что там все по-другому, а это очень тяжело. Правда. Ну, а вообще вот у вас не было никогда желания уехать за границу? Потому что, ну, вот многие же в нашем поколении, наших плюс-минус поколений, да, была просто цель любой ценой, хоть за кого замуж, хоть как, лишь бы уехать. Были ли у вас такие мысли? Были. У нас же были периоды. Да, конечно, помните, 80-е годы, 90-е особенно были годы. В 90-е все сваливали. Все уезжали поголовно. У меня очень много моих сокурсников, знакомых, друзей, которые уехали и живут там. Есть те, которые пожили, вернулись. То есть, да, конечно, были позывы, были конкретные желания. Мы с супругом хотели уехать. Было очень много даже сделано действий в сторону того, чтобы уехать. Но все время что-то останавливало. То мы не подходили, то мы не захотели. А уже в более взрослом состоянии, когда я думала, что я смогу, я поняла, что я не смогу. Потому что я не смогу просто так вот, не имея там свою или своих близких подруг, просто позвонить в любое время, да, там ночи, дня, в какой-то, в любой ситуации в какой-то. Или когда просто хочется выпить чашку кофе, позвонить и сказать, а ты как, свободна вообще? Или просто наехать на кого-то, сказать, ты что? То есть, там это просто невозможно. Или на кого-то повесить свои проблемы, понимаете? Там же это просто, ну, это нельзя, это некультурно, это невоспитано, это бестактно. А у нас по-русски, ну, по-советски, это можно. Мы все выросли, к сожалению или к счастью, мне кажется, что это все очень тоже гармонично в стране советов. Мы все привыкли давать советы. Вы знаете, я часто слушаю. Другое дело, что вы всегда должны иметь свое собственное мнение, свою голову на плечах и принимать свою ответственность, свое собственное решение. Но слушать это всегда полезно. Что касается как раз вот и критики на канале у Марины Михиной в наших роликах, было очень много интересного. Вы знаете, я для себя вот вынесла очень много интересного. Комментарии были столько разносторонние, эмоциональные. Спасибо тем, кто, например, выдал мне огромное количество комплиментов в пользу моей внешности. Фигура, лицо, прическа. Да, кстати, вот образы понравились всем. Прям вот безмерно благодарна. И понимаю, и чувствую, вот это большая польза для меня, понимаете? Потому что еще совсем недавно, но я очень упорно, и я следую именно этого направления. Мне очень это нравится. Я профессионально уже начала идти по стилистическому направлению. Учусь. И уже очень многим подбирала образы. Помогала. Помогала. Нет, и подбирала, и делала, и вроде бы как и работу выполняла. И для меня вы принесли огромную пользу. Я понимаю, что все-таки я выбрала правильное направление. Мне это очень нравится. И более того, а значит, это получается. Спасибо вам. Светлана, были ли в вашей жизни моменты, когда отчаяние, когда что-то такое, что казалось, нет больше сил идти вперед? Да, конечно. Ну, если не брать такие глобальные моменты исторического масштаба нашей страны, тогда, я думаю, просто они были у всех. И тогда была ломка судеб у многих. Да. Мы тогда достойно с супругом своим все выдержали, хотя проблем было очень много. Подчеркиваю, как у многих. И долги, и многие суицидом заканчивали свою жизнь. Конечно, да. Если не трогать вот эти вот вещи, то в моей жизни был такой момент, когда уже 11 лет прошло, вот, и как... А, два было таких момента. Значит, один был более ранее, это были 90-е годы. В 90-е годы, в 91-м или 92-м году у нас на квартире как раз, это как в кино, вы знаете, вот, если бы со мной не произошло, я бы, может быть, никогда бы не поверила, что такое бывает. Но с нашей семьёй это произошло. К нам в квартиру ночью ворвались банда молодчиков, профессиональная. Вот в этих вот чёрных чулках-масках, да. Значит, в масках, чёрные вот эти вот чулки, где ничего не видно и непонятно, очень страшно, с ножами, со всякими монтировками, ну, не знаю, что там у них ещё было. Дети маленькие. Дети были маленькие, но хорошо, что детей не было, это было лето, они были в Артеке, и были только мы с супругом и моя близкая подруга. Ей тоже не повезло, она как раз у нас ночевала, она тогда жила в Москве и приехала, и у нас осталось ночевать. Вот, а они, оказывается, ну, тогда были 90-е годы, они выслеживали очень многих, были всякие люди, которые давали наводки, вот, и такую наводку... Прям ночью, прям совсем ночью. Такую наводку дал наш очень близкий друг, а мы тогда... Это потом следствие показало, да? Да, да. Очень близкий друг, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, не хвастайтесь много, не говорите откровенно, сколько у вас, где лежит, или что вы купили и за сколько, и куда вы собираетесь ехать. Будьте очень аккуратными, потому что очень близкий друг, который долгие годы был в нашей семье, вхож, знал наших детей с рождения, то есть учился с нами, работал в советские времена. И он как раз дал наводку вот этим бандитам, которые нас отслеживали, а мы этого не видели, не знали. Мы жили в ту пору хорошо уже, поднимались, у нас был бизнес, мы зарабатывали деньги, были счастливые, вот, и, естественно, делились, вот, нам было хорошо. И вот они дождались, когда мы легли спать, а они уже сидели на балконе. Они на балконе были? Они зашли через парадную. На какой этаж? Последний. Ну, суть не в этом. Они из парадной окно зацепились за балкон, запрыгнули на балкон, значит, вырезали стекло на балконной двери, зашли, то есть это было все ночью. Это было все ночью, это было все, видимо, не слышно, или они заранее готовились. Вот, и зашли в эту комнату, в которую, то есть они, видимо, это тоже выслеживали, в которую мы практически не заходили. Она была, там была библиотека у нас, то есть такой некий офис, вот, и мы туда вообще не заглядывали. И вот ночью все и началось. А сколько это было? Их было, в квартире орудовали три человека, и внизу стояла машина, то есть водитель, и девушка, которая наблюдала, чтобы было все в порядке. Это было где-то, ну, три часа ночи, чтобы все спали. Нас, могу рассказать, как в кино. Значит, вот, знаете, я не помню фильм, значит, вот лично меня это касается, то есть это разрезали ножом мою одежду. То есть нас всех связали, естественно, да, очень плотно руки, кляпы во рту. Вот, нас вот таких вот сонных, не одетых по разным туалетам комнатам, меня с подругой в туалет, мужа в ванную бросили, связали. Вообще он там даже ничего не мог сделать. Меня вот разрезали вот так вот одежду, пытали. То есть, как бы такая была легкая пытка. Душили, разрезали, возили этим ножом по моей груди. То есть, вообще был просто кошмар, вот серьезно. Я могу спокойно уже сейчас говорить, с юмором смеясь, вот, но тогда я, ну, долго не могла об этом говорить. Это было очень страшно, правда. Мы думали, что мы умрем. Они не тронули бы нас. Нет, нет, что вы, они тронули бы нас, они бы нас убили. Это были девяностые годы, Марина. Более того, это была очень серьезная банда молодых людей, девятнадцать, восемнадцать-девятнадцать лет, которые вообще не понимают, что такое смерть, жизнь. Вот, оказывается, орудовала профессиональная банда, от тридцати до сорока человек. Потом уже было следствие, почему я и знаю, что это был друг. А чем закончилось, как это все вот... Дело в том, что мы в один прекрасный... Они орудовали у нас долго, это было около двух часов. Они чистили квартиру, они искали деньги, которые именно у нас были. Вот, и они их искали. Они, значит, естественно, что они их нашли, но они чистили всю квартиру. Они почему-то решили, что у нас их должно быть гораздо больше. Ну, мы не миллионеры, да. Для нас это тогда было очень много, но мы не миллионеры. А они, видимо, хотели большего. Они уносили все, тем более до девяностых годов. Ну, да. Телевизоры, магнитофоны, шубы, обувь, кожаные куртки, все золотишко, ювелирка. То есть унесли все. И вот они до такой степени обнаглевшие были, что мы были испуганные и как бы стояли в этих всякие завязанные и полумертвые, чтобы нам повезло. И почему я верю вот с тех пор в звезду, в ангела-хранителя, во Всевышнего, высшую силу. Ну, во все это, потому что произошло именно такое стечение обстоятельств. Ну, это не обстоятельства, это ангел-хранитель. Был такой момент, что они все одномоментно ушли. То есть они делали так, забирали вещи, уходили в машину, уносили. Поднимались, забирали, уносили, складывали, снова приходили. Ну, они всегда чередовались. Кто-то один в квартире оставался, второй уходил, третий еще что-то. Но получилось так, что мы поняли, что нам не выжить. Потому что они были очень наглые, они там, если что, убили, если что, резали, там, душили. То есть, и мы поняли, что нам не выжить. То есть, ну, что нам здесь стоять? Надо попытаться как-то убежать. Ну, или остаться живыми. Все-таки и дети маленькие, и жить хочется. Нам было там 30 буквально, 30 с небольшим совсем. Вот, и мы решили это сделать. Мы развязались, мы стали потихоньку выходить. Мы не знали, есть ли кто в квартире, потому что квартира большая была. И у нее очень такая архитектура, такая странная. Она, все комнаты далеко друг от друга, она такая длинная, вытянутая была. И двери все закрыты. Мы не знали, есть ли кто в квартире. Мы втроем потихоньку вошли на кухню, взяли нож и разрезали друг другу вдвоем. Руки, освободили руки, кляпы вынули, мужа освободили. И вот так вот потихонечку решили по квартире пробежаться. Один стучал в стену с соседем в другую квартиру, потому что телефоны перерезали. Ничего не работало, естественно, они все забрали. Мы стали стучать, кричать, выстрелились из окна, чтобы вызывали полицию, милицию. Спасибо соседям, они вызвали милицию, потому что мы сами не могли этого сделать. Рассредоточились по всем комнатам. И это, понимаете, это было буквально 4-5 секунд. За эти 4-5 секунд у нас как будто бы прошла целая вечность. Мы стали кричать в окна, мы били в стену, мы пробежались по комнатам, мы закрыли двери. И как только мы это сделали, мы боялись, мы не знали, есть ли кто. А вы закрыли входную дверь, да? Первое, что мы сделали, закрыли входную дверь. Причем не зная о том, есть ли кто в квартире. Мы понимали, что нам сейчас придется выживать. То ли убивать, то ли нас, то ли мы их. Мы закрыли двери, и как только мы закрыли, вот это вот все сразу такой сумбур был. И тут же сразу же начались, то есть они стали к нам врываться. Можете себе представить? Они стали бить дверь и кричать, откройте, представляете? Орать на всю парадную. Представляете, какой беспредел был в 90-е годы? Вот, они кричали, они звонили, орали во всей парадной. В парадной почему-то никто не отозвался, видимо, все испугались, но спасибо соседям, кто жил в другой парадной, но за стенкой. Вот именно они вызвали милицию. Милиция приехала очень быстро, тоже надо отдать должное. Но ребята уехали тоже очень быстро. То есть они их на месте не взяли? Да, но вот когда уже было следствие, их нашли. Что-то же удивительное, их нашли. Нам даже вернули частично какие-то вещи. Правда, это было, ну, смешные такие вещи, но все-таки. А деньги нет? Ну что вы, деньги, нет, все самое ценное не вернули. Вернули просто, ну, там, типа маленький телевизор, там, золотая цепочечка. Вот, вот тогда мы узнали, что эти ребята убивали и не оставляли за собой следы никогда. И они за этой бандой охотились давно. Мы были одни из тех, где они все-таки прокололись. И была еще одна семья. Вот, и это была вот, мы были как раз за цепкой. И при помощи нас, с нашей помощью, они вот нашли эту банду. Вот так, вот, 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 был такой момент. Дали им сроки, да? Вы знаете, мы не ходили на суд. Нам, мой супруг, друг которого нас как раз выдал, он не хотел его видеть, ему было... Ну, его тоже арестовали. Да, да. Он не хотел этого, и мы не пошли. Вот, да, конечно, им дали сроки, и не знаю, чем все это закончилось, но думаю, что они благополучно сели. Вот, тогда у меня поменялось полностью мировоззрение, и я поняла, что жизнь, она вот сегодня есть. Это самое главное. Вот тогда первый раз я поняла, я ощутила на себе, что в любой момент она может оборваться. То есть сегодня ты фонтанируешь, у тебя все хорошо и прекрасно, и ты думаешь, что у тебя так будет всегда. Но неожиданно, совершенно непонятно с какой стороны, это тебе может просто вот раз и оборвать вас навсегда. Поэтому цените свою жизнь. И помните о том, что если вы что-то планировали или желали, да, и хотели что-то сделать, воплотить, сказать кому-то, не откладывайте никогда. Это вот такой был большой урок для меня, когда я вместе с моим мужем, естественно, мы поменяли свое мировоззрение. И второй такой маленький такой, по сравнению с первым, он, конечно, был как бы поменьше в плане масштабности зрительной, зримости, вот, но он был тоже очень страшный для меня, если я вас не утомила. Нет? Да я потрясенная этим рассказом. Я просто думала. Сижу, у меня челюсть отнесла. Нет, вы знаете, у меня очень много... Я не знала этого, первый раз тоже сейчас слушала. У меня очень много событий тех, которых у многих людей вообще не было. И я понимаю, что это не каждому дается. Помните, да, кто-то сказал, что дается человек ровно то, что он сможет выдержать. Ну вот тогда, видимо, надо было нам дать, видимо, такое, что мы смогли выдержать. И спасибо, что у нас жизнь осталась нам дорогая, ценная, она есть. И я вообще, я так люблю эту жизнь. Вот. Поэтому и второй был период как раз, когда я проживала уже свою жизнь со вторым моим гражданским мужем, меня обрушило практически, перевернуло моё сознание. У меня была ещё одна серьёзная перезагрузка уже в наше время. Это был 2009 год. Это уже наша современная жизнь с интернетом и вообще совершенно другая. Вот. Была ещё одна перезагрузка. Это была онкология. И, опять же, те, кто никогда не сталкивались с этим, и, слава Богу, они не смогут никогда понять, что это такое. То есть, не обязательно онкология, я просто про то, что если человек никогда не приближался вот к этой вот грани, да, жизни-смерть, к этой вот линии, что, возможно, тебе завтра не будет, они, естественно, никогда не смогут даже прочувствовать это состояние и, слава Богу, и хорошо. Но те, которые прошли через это, я думаю, очень многие, естественно, сразу же меняют все свои кредо, своё мировоззрение однозначно, своё отношение вообще ко всему, поверьте. И как будто бы вы переходите в другое измерение. У вас нет начала, нет конца, потому что вы не можете знать, что это такое, когда у вас не будет. И это самое, ну, вот это вот непонятное, оно всегда страшное. И поэтому я понимаю многих, которые в такую пору, когда они смертельно, например, больны, они обращаются к религии. Потому что всё-таки религия, да, она даёт вот этот вот, знаете, путь, зацепку, соломинку, что там жизнь, она тоже есть. Просто другая. Да. Просто ты её не видел, ты её не знаешь, но она есть. И это, естественно, помощь для многих, для тех, кто вот неожиданно вдруг пришёл к этой вот линии, к этой черте. Вот. И я была в этом состоянии, и я, естественно, проходила через это. Вот. Могу сказать, что сейчас было бы всё хорошо. Ну, мы, естественно, никогда не можем быть уверены, да, потому что те, кто проходили онкологию, они знают, что это ежедневно. Ты всё равно вспоминаешь, что у тебя это было. Ну, более того, у тебя, у многих это обязательно видно в части тела в какой-нибудь, то у тебя нет груди, или нет двух грудей, или у тебя там ещё каких-то, не буду вдаваться подробностей, да, органов нет. Вот. И, естественно, что, опять же, лечение у многих затягивается на долгие годы, и от этого, к сожалению, никто не застрахован. Девочки, берегите себя. И никогда не думайте, что это где-то там, что это не с вами, что это не может быть. Я знаю, что почти все так думают, и я тоже так же думала, что, ну, почему? Никогда не думайте, почему это со мной случилось. Это не потому, что это с вами случилось. Это вот пришло, и опять же, и слава богу, я же сейчас здоровая, я пышу, я ещё раз себя перезагрузила. Да ещё будешь по тебе лежать. Конечно. И это самое главное, девочки. И помните, что в любой, в любом заболевании, в тяжёлом, помните, рецепт, он единый. Это любовь к красоте, к смеху, однозначно. Мне, мой врач, онколог, первое, что он сказал, Светлана, смотрите комедии. Вот, и это самое главное, смейтесь побольше. Вы стали смотреть, правда? Да, да. И помогала? Конечно, девочки, смейтесь побольше. Я не люблю комедии сама, скажу вам честно. Я очень не люблю комедии, но именно в ту пору я просто, ну, это понимаете, да, почему? Чтобы не думать. Чтобы не думать, чтобы опять не возвращаться к этой мысли, вот, чтобы не было какой-то точки отсчета опять, да, и точки прибытия. Вот, юмор, это самое интересное. И даже, я вот, ну, опять же, это мое не читать, девочки. Читать, потому что, понимаете, все равно будете отвлекаться. Опять раз и ушли в свою волну. А именно, именно кино. Вы смотрите и вы забываетесь, вы прямо уходите в этот мир и вам смешно. и вот это вот рецепт и это лекарство. Смех это лекарство, это правда. Да, ничего себе. Ну, что ж, дорогие друзья. Пусть меня простят все, кто, кому было это неинтересно и не любопытно, что я вот освоил лично. кто дослушал до конца, они будут они будут с вами на вашей стороне и они видите, интервью тоже развивается как бы сначала начинается с самого смешного, легкого, мода там, траляля. Вот, а потом уже как бы вы раскрываетесь и уже совершенно представите другим человеком. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно и вы познакомились поближе со Светланой. Надеюсь, что она станет блогером Ютуба, во всяком случае, я это рекомендую. Спасибо, Марина. Очень хочу. Вот, пока она еще не начала выкладывать видео, но выкладывает их в Инстаграм, но они еще такие короткие зарисовки. Это не то же самое, что блогер Ютуба. Все-таки вам есть, что сказать и показать и рассказать и куда съездить. Я думаю, что ваш канал будет очень хорошо смотреться. Вы ни в коем случае вы делаете, как вы считаете нужно. Вы не подумайте, вы неправильно думаете. я вообще ничего не собираюсь сделать. Я собираюсь просто склеить и вырезать куски, которые, ну, которые вот, которые я неграмотно сказала, лишнее что-то. Вы все грамотно сказали. Ну, вы сейчас не ничего такого не знаете. Ну, все равно послушайте. Солдатов не сказали. Солдатов не сказали, да. Слушайте, спасибо, ребята. Хотела, сейчас запись идет, Да. Хотела сказать вам спасибо огромное. Лишний раз убеждаюсь, что вы действительно не купленные. Вы читаете все, смотрите, главное. Внимательных деталям. Вот это вот солдатов, спасибо огромное. я даже, вы знаете, я потом прочитала и поняла, почему я так сказала, потому что это исключение из правил, чтобы вы знали. Солдатов можно говорить. Нет, это исключение из правил, именно это слово, именно склоняется, как солдат, а вообще любое другое слово с таким вот окончанием, оно именно, да, именно ово. Вот, поэтому так получилось, и я еще раз приношу извинения, потому что... Да ничего страшного. Мы все, во-первых, и оговариваем, все какие-то ошибки делаем, даже Пушкин говорил о том, что какой русский не делает ошибки, какой русский язык без хорошей ошибки. Мы сегодня даже не пошли до украшений сегодня, эти украшения, это мы обсудим потом, в другой раз. У нас же были и будут такие видео. Вот, сегодня я думаю, что вы раскрылись именно как человек, и вернемся вот коротенько к блогерству. Я оставлю координаты Светланы ее инстаграм. Спасибо. Вот, так что подписывайтесь, следите, и как только Светлана начнет уже делать такие видео, вы, в принципе, на нее можете и сейчас подписаться, просто там ничего нет. Ну, там даже есть Светлана Стелла. Канал так же будет называться или как-то по-другому? А почему Стелла? Стелла – это звезда. Значит, канал на сегодняшний день называется Светлана Стелла. Да, Стелла. Светлана или Света? Света Стелла. Света Стелла. Я могу переименовать. Я думаю, что насчет названия подумайте, как назовешь корабль, тоже как-то так он и поплывет. Вот. Поэтому над названием вы подумайте, если у вас есть какие-то дорогие друзья, мысли на этот счет, как назвать Светлане канал, напишите. Вот. Но я думаю, что вы сами подумаете, потому что это тоже очень важно, чтобы, ну, запоминающимся было что-то такое. Вот. Я хочу поблагодарить вас. Огромное спасибо. Спасибо. И продолжим наши совместные коллаборации. Ой, я с удовольствием. Спасибо вам всем, что вы выслушали сегодня мой рассказ о моем личном. Спасибо подписчикам Марине. Марина, вам спасибо за то, что мы с вами познакомились. Подружились. Подружились, что вы меня пригласили. Я вот прям, вы знаете, как на одном дыхании в последнее время. Мне очень понравилось, что Светлана была такой искренней. И я думаю, что это очень важно было услышать многим. Даже я, вот слушая вот этот рассказ, была потрясена. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое получилось у нас видео. Неожиданное. Хотели о стиле, поговорите о моде. Ну, немного поговорили для затравочки. Хочу еще раз восхититься нашими замечательными женщинами, 50+, взрослыми женщинами. Это просто... Да, девочки. Стойкие оловянные солдатики. Идите дальше, девочки. Не стойте на месте, берегите жизнь, любите ее и знайте, что еще все впереди. И вот на этой замечательной фразе мы с вами, дорогие друзья, на сегодня заканчиваем наш разговор. Будем благодарны вам за лайки, дизлайки, комментарии, репосты этого и других роликов. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. До свидания. Аутфит ваш? Да ну, у меня только в верхней части. Все уже мы... Такая красивая блузочка. Такая красивая. Это в следующем видео. Да, это и так уже больше часа. Но Марина была сегодня шедеврально красивая, правда. А вы, как обычно, неотразимая. Давайте вообще вот это вот кольцо покажем. Да, мое любимое кольцо. Оно какое-то матовое стекло, там вот это все комфорт, конечно, красивый. И еще одну. И еще одну. Вот эта коллекция называется. Гибрид орхидеи. Боже. Ну все, друзья, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok